Сегодня очень жарко, и мы пришли купаться с братьями и сестрами. Именно так жители города спасаются от жары. Такая погода не щадит никого, так отзываются люди. Те, кто в такую жару не может добраться до моря, проводят время возле фонтана. Такую жару и детям ездят. Не каждый сможет поехать на море. А тут, пожалуйста, ребят сколько было тут. Козылкоба – самая большая пещера в Крыму. Пещер здесь несколько. Вместе они образуют сложный подземный лабиринт, состоящий из шести этажей. Поэтому посещение Красной пещеры допускается только в сопровождении экскурсоводов. Одно из решений – укрыться в пещерах. Постоянная температура 8 градусов, поэтому здесь туристы могут охладиться и познавательно провести время. Владимир Решетнев рассказывает, здесь не только можно охладиться, но и подышать свежим и чистым воздухом. Воздух здесь очень чистый, профильтрован через все эти лабиринты влажные. То есть нет пыльцы, нет пыли. Елена Старовойт приехала из Санкт-Петербурга путешествовать в Крым. В такую жару выбрала экскурсионный тур по Красным пещерам. Ее впечатляют подземные реки и легенды про Сталактиты. На улице плюс 40, даже плюс 42 зафиксировано, а здесь холодно, по-настоящему прохладно. Плюс 9, наверное, не больше. И нас езжает. В пещерах Хазалкоба была образованной рекой, которая, вытекая, образует водопад Сучхан. Именно в этом водопаде решил искупаться и охладиться турист из Самары Виктор. Решил искупаться прямо в водопаде. Классная погода, вообще прям жара дикая, прям спасает. Рекомендации медиков в период аномальной жары простые. Пить больше воды, носить легкие вещи, не выходить на солнцепек и не употреблять алкогольные напитки. И желательно поэтому быть на солнце до 11 часов дня и после 4 часов дня. Желательно пить больше жидкости, до 2-3 литров воды. Одежду хорошо носить хлопчатобумажная. На полуострове уже побито несколько температурных рекордов. Температура воздуха на этой неделе потрясла жителей. Местами перевалила за плюс 38 в тени. По словам синоптиков, аномальная жара продержится еще как минимум 2 дня. Султани Истакаева, Рамазана Левапов, телеканал Миллет.